Здравствуйте, уважаемые пчеловоды, подписчики нашего канала. Решил я снять третий ролик касаемо нуклеуса для выведения маток. Первый нуклеус, который мы сделали, был пробный, чтобы понять саму концепцию. Во втором нуклеусе мы доработали некоторые варианты, но тем не менее, все равно мы их отмели. И вот сейчас я вашему вниманию хочу представить именно тот нуклеус, который мы сейчас запустили в изготовлении. 50 штук для собственных нужд, как бы выведенческих, получения маток. Что здесь изменилось? Изменился принцип кормления. Мы связывались с очень опытными практикующими матководами, в том числе Стрельчуком Олегом Анатольевичем и Убак Игорем на Закарпаде. И получили ряд ценных советов с их стороны, которые уже в дальнейшем мы переосмыслили и внедрили в данный нуклеус. Суть заключается в чем, что мы полностью отказываемся от подкормки нуклеуса именно сиропом. Как бы в этом ключевую роль сыграл Олег Анатольевич. Почему отказываемся от подкормки нуклеусов сиропом? Как нам указал Олег Анатольевич, во-первых, сироп будет провоцировать воровство. Пчелам придется отвлекаться и заниматься его охраной. Во-вторых, они будут тратить время на ферментацию этого сиропа. При подкормке канди, либо севшим медом, соответственно, и снижается процент воровства. Пчелы берут данные подкормки столько, сколько им нужно. И не тратят, скажем так, время, силы и свои внутренние источники в части выделения ферментов на дальнейшую переработку этого сиропа. Точнее, меда. То есть, поскольку канди, он содержит мед, сахар, и вот уже сокращается время для ферментации. Они берут его как готовый корм. В общем, что изменилось? Да, изменилась именно кормушка. На сегодняшний день мы будем с данным нуклеусом использовать вот такую вот кормушку. Эта кормушка будет наполняться исключительно канди. Она широкенькая. Туда канди будет впрессовываться, и пчелки его будут потреблять. Какой плюс это нам дает? Вот при работе с такой кормушкой. А, ну вот еще, как бы здесь. Каждый отсек мы решили разделить на два. Для простоты работы. То есть, есть отсек с кормушкой, и есть отсек с рамочкой. Чтобы не открывать все, а пользоваться и тем, скажем так, той стороной, тем элементом нуклеуса, который необходим. Значит, что нам дает вот такая кормушка в таком исполнении, не для работы с сиропом. Ну, во-первых, она может стоять рядышком. Нам не нужно будет организовывать систему подхода к данной кормушке через ганемановскую решетку. То есть, это как бы исключает этот момент. Почему? Потому что процент залипания маток в канди и, как следствие, например, гибели этой матки, он нещадно мал. Олег Анатольевич нам сказал о том, что при его хозяйстве эти проценты, они равны 0-0-0. То есть, из тысячи может залипнуть только одна. Поэтому мы исключаем здесь дополнительные перегородки, исключаем формирование здесь ганемановской решетки. Все очень просто. Ну, как небольшая сумочка. Мы ее вынули. Канди мы сюда набили, либо мед севший, и погрузили в нуклеус. Все. Как бы пчелки свободно работают. Никаких неудобств у них в этом плане нет. Ну, нуклеус. Мы будем делать трехсекционный. Потому что с этой стороны мы сделаем специальные крепежные элементы. И вот у Игоря мне очень понравилось, когда металлом сделаны такие опорные элементы, а нуклеусы вешаются на вот это вот из профильной трубы у него сделано. Здесь, соответственно, тоже мы подготовим определенные, скажем так, крепежные элементы. Пойдем именно вот по такому пути. Участок будет у нас разграничен. На участке будут запетонированы металлические опорные элементы. И вот такие нуклеусы будут вешаться с этой стороны. Соответственно, будем подходить, работать. Ну, а во всем остальном данный нуклеус, в принципе, схож с предыдущим видео. Двумя видео. Ну, изначально мы предусматривались, значит, сюда кормушки. От кормушек мы отказали, потому что неудобно снимать и одевать крышу. И вот путем получения ответов на консультационные вопросы вот пришли к такому варианту. Этот вариант у нас является окончательный. Уже подготовлен лес. И мы начинаем массово делать данные нуклеусы. Вот на такую рамочку, на рамочку мини-плюс. Вот. Ну и вот с использованием данных кормушек. Ну, вот на этом все. Большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свои комментарии, предложения, замечания. Всего доброго. Пока.